В школе номер 7 14 ноября прошел необычный урок. Тема «Будущая пенсия». Место преподавателя занял управляющий региональным отделением Пенсионного фонда России Геннадий Пашин. Он рассказал ребятам о пенсионных правах и правилах создания трудовой биографии, которая дает право на пенсионное обеспечение от государства и о факторах, влияющих на размер будущей пенсии. Для нас очень важно, чтобы не только взрослые люди, но и уже школьники понимали или представляли процесс пенсионного обеспечения в стране и заранялись молоду, были готовы к тому, что пенсионное обеспечение или уровень пенсионного обеспечения будет зависеть от того, насколько они будут трудиться добросовестно и именно у добросовестного работодателя и получать заработную плату не в конверте, а в чистую, как мы говорим, белую заработную плату. Для учеников в седьмой школе совместное занятие с Пенсионным фондом проходит впервые. Однако, общеобразовательное учреждение сотрудничает и с налоговой службой, и с различными отделениями банков. Все для того, чтобы прививать финансовую грамотность с молоду. Сегодня в образовательных учреждениях страны проводится большая очень работа, связанная с формированием профессиональной грамотности учащихся. С профессиональным самоопределением, с финансовой грамотностью. На уроках учащимся подарили обновленную версию учебника «Все о будущей пенсии» для учебы и жизни. Эта акция будет продолжаться у нас до конца этого года. Мы стараемся охватить встречами и рассказать учащимся о пенсионной грамотности, о сути пенсионного обеспечения в нашей стране. Не только в средних школах, но и в средних учебных заведениях, средних специальных учебных заведениях и высших учебных заведениях. Всероссийская акция «День пенсионной грамотности» проводится уже 10-й год. 14 ноября такие уроки прошли в 15 учебных заведениях города и области. Ожидается, что в Рязанской области участие в акции примут более 1300 учащихся школ и техникумов. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.